Спасибо, что остались с нами. Второй блок программы Сталкер посвящен обсуждению самой скандальной и неоднозначной темы последнего времени. Мы пытаемся отыскать истину, оценивая разные точки зрения. Сегодня мы поговорим о главной избирательной кампании Приморского края этого избирательного цикла. Речь идет о выборах мэра Краевого центра. Обычно, анализируя прошедший плебисцит, в качестве комментаторов приглашают либо представителей Краевой избирательной комиссии, либо городской избирательной комиссии, либо политологов, либо победившего кандидата. Мы решили сломать этот стереотип и сегодня у нас в студии кандидат, который занял второе место в прошедшей избирательной кампании. Я представляю нашего гостя Виктора Ивановича Черепкова. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый день. Виктор Иванович, экс-депутат Государственной Думы, депутат Государственной Думы 4-го и 3-го созывов и экс-мэр города Владивостока. Виктор Иванович, первый вопрос, который касается прошедшей избирательной кампании. Обычно, когда проигрываешь выборы, у тебя наступает моральное обустошение. Ты ничего не хочешь делать, ты зол на всех, на своих избирателей, ты зол на свою команду, на избирательный штаб. У вас эти чувства сейчас есть? Никогда не были. И на этот раз так же. Почему? Это всегда происходит от бессилия, от непонимания ситуации и незнания пути, который бы он видел выхода из этого положения. Я человек достаточно опытный. И я, как тот командир корабля, даже если пробоины ниже ватерлинии, он никому не подает вида, что корабль тонет. Поэтому в данной ситуации я должен осмыслить, сделать вывод и впредь уже по другому плану действовать. Почему я говорю о чувствах? Дело в том, что достаточно долгое время существовал стереотип. Виктор Черепков – политик, который не проигрывает выборы. Его могут снять с регистрации. Его могут снять с гонки. Но, тем не менее, если он доходит до финала, то, как правило, он выигрывает. У нас достаточно большой опыт в этом отношении. Вы баллотировались и в депутаты Государственной Думы, и в депутаты Городской Думы, и на пост мэра Владивостока. Именно поэтому я и сейчас задаю вопрос. Потому что, насколько я понимаю, это первая избирательная кампания, в которой вы стали вторым. Вы абсолютно правы, но в данной ситуации выборы прошли, но фактически они не состоялись. Это были выборы Пушкарева, его чиновниками и Миткинской технологией. Остальные были все отстранены, и люди даже не знали многие о выборах. Почему? Давайте с самого начала. Виктор Иванович Черепков, кандидат в мэр города Владивостока от партии, если мне не изменяет, Альянс Зеленых. Да. Почему Альянс Зеленых? Почему партия, о которой здесь, в Приморском крае, не знают практически ничего? Почему не другое оппозиционное движение, более известное, более богатое? Какое, например? Ну, партия Прохорова, например. Ну, я знаю хорошо, что партия Прохорова никогда не была. Яблоко, оно оппозиционное власти сегодняшней не было. Никогда. Яблоко создавалось, вы знаете, каким контингентом. Она всегда с демократических позиций смотрела, но всегда подружку шло с властью. И более того, Явлинский всегда планировался вместо Ельцина. Популярный Черепков оказался не нужен ни одной партии? Нет, нет, это не так. Я просто взял ту партию, которая первая предложила мне этот шаг. И я просто не торгуюсь. Для меня неважно, от какой партии. Черепков – то политическое блюдо, которое востребовано от любой. Ну, на любой тарелке положи Черепкова, он все равно ест Черепков. Я, конечно бы, шел от партии «Свободного народа власти», но ее же пять лет не регистрируют. Прошедшую избирательную кампанию называют «тихими выборами». Не было достаточно громких скандалов, не было яркой агитационной кампании, но и, собственно говоря, результат вполне закономерен. Достаточно низкая явка и официальная статистика выборов. Явка составила 18,63%. Число проголосовавших на выборах – 84 208 избирателей. По итогам голосования победил кандидат Пушкарев. Он набрал 59,45 голосов, что соответствует 50 025 избирателям. Второе место за Виктором Черепковым – 18,9%. Это 15 905 человек. Третье у Олега Вильготского – 10,34% или 8 704 человека. Остальные кандидаты не смогли преодолеть трехпроцентный барьер. У Александра Юртаева – 2,95% – 2483 человека. И Александра Монастырева – 2,63% или 2213 человек. Аутсайдерами оказались Андрей Андрейченко – 1,8% или 1511 человек. Виктор Васильев – 1,05% – 884 человека. Илья Ульянов – 0,95% или 796 человек. И Данил Протченко – 0,45% или 379 голосов избирателей. Виктор Иванович, почему вы смогли мобилизовать всего лишь 15 тысяч своих сторонников? В былые годы у вас была гораздо более широкая электоральная поддержка. Конечно. Меньше 150 тысяч никогда не бывало. А сейчас в 10 раз меньше. Да. И если бы, допустим, не та тихая компания, ну, начнем загибать пальцы. За 6 месяцев пребывания здесь я ни разу не побывал ни в одном эфире. Однажды вы только в качестве комментариев, что прибыл такой-то, такой-то вот к нам на родину, сюда. И все. Второе. Я не мог ни на одном радио выступить. Шарахались. Единственный, кто меня публиковал, и то до выборов, Арсеньевские вести. Но это малый электорат, 10 тысяч подписчиков. Далее. Единственной была возможность у меня. Естественно, выступить где-то. Там сразу же закрывались, сразу же хлопали, уходили и так далее. Единственной была возможность – это газеты. И я выпустил два номера газеты. Но тут же, как только мы начинали распространять газеты, резали сразу же колеса. 12 автомашин, у которых порезали колеса, мы стали выставлять уже вахту. Более того, ну, багажник не закрывали, запрыгнули там в подъезд и распространяли. В этот период даже крали пачками из багажника. И мы выставляли кражу. Но и это не помыло. Всем команда, вот этим управляющим, дана была такая команда, чтобы эти газеты тут же вынимали из ящиков, и мы только 14 бригад узбеков с мешками, когда мы спрашиваем, куда? Да, 3 рубля за газету. Виктор Иванович, но тем не менее, вы опытный политический боец. Вы прекрасно понимали, что будет противодействие со стороны других оппонентов. Мне кажется, что вы проиграли технологически. Черяков никогда не использовал никакие технологии. Вы об этом знаете. Никаких. Здесь даже ниткинская технология с огромными затратами, масштабами краевой поддержки, и у них половина еще в аппарате города и в аппарате края работает на бюджетные деньги, и 10% от всех избирателей набрать с фейерверками, с возможными этими русскими, на русском острове сколько было там у них симпозиума, эти самые народные экспертизы, чего только не было. Виктор Иванович, а вам не кажется, что с точки зрения технологов, победившего кандидата, это был абсолютно оправданный шаг? Они просчитали, при какой явке у них будет максимальный процент, и именно этой явки они достигли. А вы, почему я говорю о проигрыше технологическом, вы примерно тоже представляли, какая явка вам нужна для победы, для того, чтобы пришли только ваши сторонники, и вам не удалось вытащить ваших сторонников к избирательным участкам. Когда я говорю о технологическом проигрыше, я имею в виду именно это. Я понял. Но мы немножко перепутали административный ресурс, и я не могу отменить или назначить движение электрички в 17 часов. А они отменили для того, чтобы не прибыли сдач избирателей. А вот что вы могли сделать, на мой взгляд, так это провести работу по консолидации протестного электората. Абсолютно правильно. Чтобы на протестном поле было не несколько кандидатов, Черепков, Вильгоцкий, Монастырев, Юртай и так далее и тому подобное, а чтобы был всего лишь один человек, и чтобы это была схватка двух людей. Я абсолютно с вами согласен, и более того, я стремился к этому. Но скажите, как я могу повлиять на Юртаева, который руководит муниципальной конторой, и который был специально туда, как бы вмонтирован в эту избирательную систему, потому что, конечно, его уже неудобно мочить. Виктор Иванович, ну с другой стороны, уберем Юртаева. Но вы не смогли договориться с вашим единомышленником Марковцевым. Вы не смогли договориться с Гильгенбергом. Почему? Если бы тот же Марковцев, тот же Гильгенберг, снятые кандидаты, но если бы они призвали свой электорат отдать голос, предположим, за Черепкова, я думаю, что это бы повысило ваши шансы. А если бы вы умудрились договориться с коммунистами, и прецедент, занявший третье место, снял бы, предположим, свою кандидатуру в вашу пользу, это бы повысило еще больше ваши шансы? Или я не прав? В какой-то степени анализ не совсем правильный в отношении Марковца и Гильгенберга. Электорат Черепкова, Марковца и Гильгенберга, он приблизительно однозначный. И если нет у Черепкова, то часть голосует за ней. Но если есть Черепков, то эти люди, ну, за небольшим количеством каким-то, они остаются. Дело совершенно в другом. Ну, например, с коммунистами. Договориться с коммунистами можно только тогда, когда ты им все отдаешь, и у тебя голые карманы. Коммунисты всегда думали только о себе, прикрываясь вот этими светлыми идеями марксизма и всеобщего братства. Никогда коммунисты, сколько мы с ними здесь не объединялись, и какого коммуниста бы я не брал, начиная от Копылова, а вам известно, как он попал от коммунистов именно, они всегда предавали. И на прошлых выборах, когда они объединяли там тигров, всех леопардов, значит, и даже яблочник, которые пострадали от этого, и свободу народа власти, всех кинули, сказав, ну, так же решил плену, как они всегда делают. А попытки были переговорить с тем же Вильготским? Кстати, мы приглашали Вильготского на сегодняшнюю встречу, но он отказался, потому что я бы хотел, конечно, чтобы был кандидат, занявший не только второе, но и третье место, но, Олег Николаевич... Значит, Вильготский ко мне приходил и четыре часа вел речь о том, чтобы я снял свою кандидатуру в его пользу. Что я ответил ему, выслушав четыре часа? Его руководство тоже так же приходило и тоже так же к этому склонялось. И когда я им говорил, а может быть наоборот, давайте объединимся, и когда мы побеждаем, вы получаете, а я всегда делаю объединенное правительство, как я говорю, в мэрии, и вы получаете какой-то фронт и реализуете свои все идеи. Кинули бы монеты. А знаете, что он сказал? Нет, мы решили ни при каких условиях свою кандидатуру не снимать. Что я могу ответить? Виктор Иванович, понятно. То есть, на мой взгляд, в том, что вы заняли второе место, есть как объективные, так и субъективные факторы, хотя вот вы с объективными факторами, на мой взгляд, не согласны. Ладно, избирательная кампания, это прошла, но выборы в любом случае будут продолжаться. Политик Черепков на приморской политической арене сохранится? На всю жизнь. Даже когда буду на морском кладбище. Будете ли вы выдвигать свою кандидатуру, или будете кого-то поддерживать на следующих выборах, предположим, там на выборах в Дальнегорске, в Надеждинском районе, или на выборах, которые пройдут в единый день голосования в следующем году? Будет достойный кандидат, мы его поддержим. Если нет, мы его будем создавать. И уже сейчас. И сейчас я уже работаю над ошибками и над этим. Естественно, я выдвигаться нигде не буду. У Виктора Черепкова, как у каждого достаточно известного политика, достаточно много крылатых фраз и выражений. Я приведу некоторые из них. На вопрос, сколько вам лет, Виктор Черепков ответил. По внутреннему состоянию 25, в постели 35, смотрю в зеркало 55, по паспорту 71. По-моему, с паспортом что-то не так. О кампусе ДВФУ на фоне остального русского прикололи брошку к телогрейке. Об умственных способностях людей, на которых злиться. Вас надо перезачать. Ничто иное вас уже не исправит. Это все ваши первые? Ну да. Еще какие-нибудь такие же крылатые выражения используете? Как раз. Я когда-то писал для КВНчиков, поэтому у меня их достаточное количество. Мемуары писать будете? Ну, как мемуары таковые нет, но всю историю Приморья в красках, в реальных красках. И что такое Ленинский суд? И я думаю, уйдет уже тот суд, который вот у нас в историю вошел. И о Василенко, и о всех прибамбасах, которые мы наблюдаем здесь. И о политтехнологах, и о воровской власти. И самое главное, как народ и его роль в этой системе. И вот если касается этих выборов, то в этих выборах была не борьба кандидатов, а митинской технологии, и лежащего на ковре у народа. И самое страшное, не победа Пушкарева, а вот этот народ, который даже не пошел на выборы. Для меня это самая большая трагедия. Спасибо большое. У нас в гостях был экс-мэр Владивостока, депутат Государственной Думы 3-го и 4-го созыва, Виктор Иванович Черепков. Спасибо большое, Виктор Иванович. Спасибо. И мы еще придем. Друзья, наше время подошло к концу. Спасибо большое, что вы были с нами. Наши телефоны 255-2012 и 226-63-35. Звоните, обращайтесь, постараемся помочь. Удачи, до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok